Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. С вами Людмила Батакова. И если вы еще не мой подписчик, обязательно им становитесь. Почему нет? В сегодняшнем видео я хотела бы вам рассказать о неожиданных для меня, особенно некоторых продуктах. Просто я ими пользовалась и пользовалась, пользовалась и пользовалась. И вдруг я поняла, насколько они эффективны, насколько это подходит для меня, для моей кожи. Я подумала, что мне нужно срочно вам об этом рассказать. Срочно прямо рассказать. Все это работает на продолжение нашего внешнего хорошего вида. А от этого автоматически и улучшается настроение. Ну, вы же сами все знаете. Когда идешь, когда ты сама себе нравишься, ты автоматически улыбаешься, и навстречу тебе идут люди, улыбаются. И дела по-другому делаются. Они делаются легче. Это уже проверено много-много раз. Ну, и еще хочу вам сказать, что моя косметолога, которую я вам недавно рассказывала в одном из своих видео, она говорит, что 80% красоты нашей, ухоженное лицо, красивое, подтянутое тело и волосы. На 80% это работа наша домашняя. То есть домашний уход за лицом, домашний уход за телом. И только 20% это косметолог в том числе. Поэтому я и подумала, что нет, я все-таки вам расскажу об этих продуктах, а вы уж сами решайте, нужны они вам или не нужны. И первое, с чего я хочу начать, это гель масла, мандарин для душа. И можно использовать его как пену для ванны. Просто путешествуя по сайту Дермасил, ну, вы уже знаете, наверное, кто смотрит меня все время. Я рассказывала о том, что открыла для себя магазин финской косметики. Он есть и в Прибалтике, он есть и в России. То есть достаточно много, где представлен этот магазин в электронном виде. Я открыла его для себя. Почему? Потому что косметика этого бренда, она прекрасно подходит для кожи северных все-таки женщин. Я считаю, что прибалтийцы, прибалтийки, это вообще северные женщины. Да, погода у нас достаточно такая коварная, холодная, сырая. Ну, в общем, сейчас не о погоде, да, я говорю. И я увидела вот это масло для душа. Сначала я увидела мандарин. Так хочется зимой мандаринка, чтобы пахло, это же праздник, Новый год, все-таки что-то такое, да. Потом как раз у меня закончился хороший мой гель для душа. Я подумала, почему бы не взять. Потом прочитала только третьим, что это масло для душа. Думаю, интересно, масло для душа. Ну, как-то оно должно, значит, и питать кожу, увлажнить. Ай, да возьму. Ну, не попробуешь, не узнаешь, как узнать. Я, как всегда, оплоснулась. Я принимаю душ, оплоснулась, наливая на руку немножечко геля, начинаю мыться. И вот у меня буквально рука прилипает вместе с этим гелем маслом прямо к телу. Думаю, что-то я вообще не поняла, что это такое. Ну, в общем, оказалось, что все-таки это больше масла, чем гель. И оно не пенится так, как пенится любой другой гель для душа. Или даже мыло. Мыло пенится гораздо лучше, чем вот этот гель. То есть оно все-таки масло. Нужно очень хорошо намочить свое тело и брать маленькими такими дозами и натирать себя. Эффект. Знаете, у нас, во-первых, зима, отопление, кожа сохнет. Во-вторых, все-таки я девочка возрастная уже, да, мне за 50. Кожа, естественно, чуть что, тоже сразу видно, что она подсохшая. И плюс вода у нас очень жесткая. То есть чуть руки не смажешь кремом, сразу прям такие сухие. А тут я что-то стала замечать, что мне не надо пользоваться никаким кремом для тела. И вообще я не чувствую сухости. А сухость такая была, что просто вот я не могла, я на пассирую и почесываюсь от сухости, она чешется. А тут думаю, что-то я давно... Вот знаете, как хорошо, ой, как быстро к хорошему привыкаешь. Что-то все нормально, не надо ни кремом пользоваться, в общем, тело нормально. То есть этот продукт настолько качественно увлажняет кожу и ее обрабатывает вот этим маслицем, что я забыла о каких-то процедурах. Помылась, пардон, вытерлась и все. И ничего больше не надо. Это супер. Этот гель масла, вернее, давайте я буду говорить, масло для душа или пена для ванны тоже можно использовать. Это очень мягкий мысленистый продукт. Он на 43% состоит из растительного масла. Он и прекрасно вымывает, у него приятный аромат. Он очищает, увлажняет кожу. Если, допустим, вы хотите принять ванну, то производитель рекомендует 2 столовые ложки этого масла налить в ванну. И принимать он обогащен витамином С. Но я вам хочу сказать, сплошные хвалебные оды. Я, правда, я буду покупать его еще, пока не надоест. Возможно, летом нет такой необходимости в этом масле. Но зимой действительно это находка, это чудо. 10 баллов. А следующее это тоже Дермасил. И это натуральное масло моркови. Честно говоря, я тоже никогда не видела вот так в природе морковное масло. Я, наверное, просто очень невнимательная. Не забивает поры. Прекрасно увлажняет кожу. Единственное, как я его наносила. Я не знаю, как его наносить правильно. Это все-таки индивидуально все у каждого человека. Но на влажную кожу. То есть вот я умыла лицо. Вода остается на лице. Я не вытираю. Немножечко здесь очень хороший дозатор. Одного вот этого вот нажатия, одной дозировки хватает практически на все лицо. Да, при том, что я всегда говорю, что я как бы до продукции жадная. Я всегда беру много, больше, чем необходимо. Так вот этого одного нажатия. Вы нажимаете на руку, растираете в руках. И вот такими вот вбивающими движениями прямо вот в кожу вбиваете это масло. И под глаза, то есть нижнее веко. Все, больше ничего не надо. Я вам хочу сразу сказать, масло на лице я не переношу. У меня сразу же такое ощущение, что меня запаковали в какой-то пакет. Закрыли нос, не дает мне дышать. То есть кожа кричит. То есть не могу масло абсолютно. Если кожа, допустим, нижней веки, я еще могу нанести масло. Нормально себя чувствую. То как только вот на эту Т-зону особенно нанесу, ну все, криком кричит. Здесь нет. И опять же это было зимой. То есть зимой попало ко мне масло. Это в руки. И я наносила на ночь. То есть пока я вот шла от душа к спальне, все прекрасно впитывалось. И я чувствовала, как моя кожа дышит. Потом я пристрастилась наносить его уже на нижнее веко. Масло это подходит и для лица, и для тела. Но учитывая то, что у меня было масло, гель для душа, то я уже наносила на лицо только вот это масло. Сразу заметно улучшение. Кожа лоснится. Если есть какие-то воспаления, они снимаются. Здесь еще содержится в этом составе масло плодов пальмы бурит. Эту пальму называют еще деревом жизни. Работают как антиоксиданты. Они защищают кожу от стрессов. Еще входит сюда подсолнечное масло. 100% натуральный состав. Практически как и все от Дермасила. Прекрасный натуральный экологичный продукт, содержащий в себе только полезные компоненты, полезные для кожи. И если у вас, допустим, сухая кожа, то вот такое масло, мне кажется, вам просто показано. Но вот знаете, да, то есть для жирной кожи, вот у меня комбинированная кожа, да, оно тоже прекрасно подходит. Эти два продукта, которые, в принципе, из-за них я и задумала снять это видео, потому что они достойны того, чтобы о них знали, ну или, по крайней мере, попробовали. Смотрите, да, я наношу только на лицо, иногда на руки. Когда руки сильно сохнут, я наносила на руки. По-моему, если я правильно помню, с сентября месяца. Вы видите, практически я ничего не использовала. Здесь 100 миллиметров, но, может быть, 20 я использовала. То есть оно очень экономичное. Очки для работы за компьютером. Вот такие очки. Я уже в них фотографировалась, выставляла фотографию в Инстаграм. Наверное, сразу на училку похоже, да? Вот, они отражают вот этот вот синий свет с мониторов. Поскольку я очень много работаю за компьютером, и причем я не просто сижу за компьютером, а я много монтирую видео. И в монтаже очень часто нужно всматриваться буквально в какие-то детали. Зрение напрягается. То есть напрягается настолько, что я какое-то время потом не могу нормально читать. Когда зрение быстро перестраивается с точки близкой на дальней, у меня происходит очень-очень медленно. У меня хороший монитор, современный. Там есть все защиты, но, тем не менее, этого недостаточно. Вот, когда я купила эти очки, я не всегда их одеваю. Но надо сказать, что когда много работаю, я ими пользуюсь. И результат мне просто, вообще-то, опять же-таки, порадовал. Порадовал, еще раз порадовал. Потому что глаза не устают, глаза не красные. И утром нету вот этих кругов под глазами, от которых я уже не знала, куда деваться. Их уже было невозможно просто ничем скрыть. Покупала я их на Алиэкспресс. И ссылки, все ссылки обязательно, конечно, оставлю здесь внизу под видео, в инфобоксе, смотрите, пожалуйста. Очки были разные цвет оправы, но форма у них такая. Немножечко кошачий глаз. Это сейчас очень модно, особенно девочкам за. Потому что зрительно они рассмотрят уголки вверх, да, зрительно они как бы подтягивают, вытягивают наше лицо. Еще один такой трюк. Можно их носить просто так. Если вам они подходят, можете носить. Потому что стекла, ну, они ноль. Они не минус, не плюс никакие. В общем, в них очень комфортно. То есть очень-очень рекомендую. Еще на сайте Алиэкспресс я купила кое-что из косметики уходовая. Только не забрасывайте меня сейчас гнилыми помидорами, что я покупаю на китайском сайте косметику. В 1980 году мой крестный, он работал на заводе РАВ. Знаете, такие автобусики выпускали в Советском Союзе. Они называли еще Латвия. И он поехал в составе группы автотехцентра в Китай. Потому что в Китае продавали эти машины, ну, и нужно было обслуживать их технически, да. И попал он в Шанхай. Девять месяцев он прожил в Китае. И он привез много интересной такой косметики уходовой. Моя бабушка страдала астмой бронхиальной. И он привез ей таблетки. Но таблетки были в виде желейных таких пирамидок. Маленькие такие пирамидки. И когда у моей бабушки начинался приступ, она быстренько ела эту желейную конфетку. У нее тут же приступ проходил. То есть я вдруг увидела, какие могут быть лекарства. Все это для меня было очень удивительно. И тогда я поняла, что китайцы делают шикарные натуральные вещи. И у них есть традиции. И именно, может быть, поэтому я так легко покупаю на китайских сайтах. И косметику в том числе. И декоративку в том числе. И мне она подходит. И никогда не бывает аллергий. Может быть, я уже научилась выбирать. Но я к чему рассказываю? Что есть то, что очень опасно купить не того качества. И я рискнула, купила сыворотку для роста ресниц на Алиэкспресс. Что у этого продавца эти сыворотки закончились. Есть у другого продавца. Я вам дам ссылку. Но подождите. Я скоро получу другую сыворотку еще. На нее отзывы. Ах, 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 ох, 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 какие. Просто фантастические. Но если не хотите ждать, можно купить такую же у другого продавца. Я думаю, что все в порядке. Прекрасно. Что делает? Смягчает ресницы. Ресницы уже не дубовые, а очень нежные стали. И стали у меня подгибаться. Где-то неделю на вторую я это заметила. Это сразу чувствуется, когда реснички, полосок сам нежненький. Единственное, что в ней для меня неудобно. Здесь вот этот вот сам по себе вот этот кисточка, она ужасно плотная. И с одной стороны хорошо, когда кисть мягкая, тоже трудно провести по краю ресниц. Но когда она плотная, я просто попадала прямо в глаз себе. Так это не очень удобно. Но я как-то уже приноровилась и все-таки подумала, что я вам расскажу о ней. Даже несмотря на то, что купить вы ее сможете у другого продавца, если захотите. Раздражение, покраснение, ничего такого нет. А результат есть. Реснички. Ну, конечно. Ой, я и забыла, что в очках сижу. Конечно, не как ума видны. Прям такие пушистенькие. Но хорошие реснички, знаете. Можно и тушью не пользоваться. Нормально. Они потемнели. Немножечко посочнее стали. И вот немножко закругляются. В общем, очень хорошая вещь. Рекомендую. Еще одна моя прям удачная покупка, которой я прям так же довольна, как вот этим вот маслом для душа. Я тут пищала, прям в восторге была. Это бальзам для губ. Я покупала его на Айхер. Бальзам и бальзам для губ. Ну, была распродажа. Ну, вот я купила. Здесь в этой упаковке целых три бальзамчика. Не один, а три. Сначала я понюхала. Пахнет как будто бы камфорой. Ну, да, мой, ладно. Меня не испугаешь. Главное, чтобы помогло губам. Потому что, когда ты наносишь даже увлажняющую помаду, и у тебя губы прям вот видны вот эти вот прям вот морщинки, прям вот щербинки прям там в губах. Это уже ненормально, слушайте. Нанесла раз-два. Ну, такой, с одной стороны никакой, с другой стороны пахнет камфорой. Очень охлаждающий. Я еще нанесла на губы, пошла на улицу на мороз. Мне было холодно. Думаю, ну, сейчас вообще что будет твориться? Все губы у меня отвалятся просто. Думаю, ладно, кожа обновится, будут новые, молодые губы. Еще чего только не думала. Но я хочу вам сказать, что это тоже фантастически, неожиданно для меня. Да, это фантастика. Да, невкусно пахнет. Да, он пощипывает даже немножко. Но я заметила вдруг, что у меня губы просто перестали сохнуть. Я могу не пользоваться несколько дней им. Губы у меня нормально. Так потом просят опять все-таки еще у нас плюс два температуры. Сейчас вот конец марта, да, я записываю видео. У нас температура плюс два на улице. И периодически такой сильный холодный ветер. Ну, то есть вообще даже солнце есть, но холодно. Да, поэтому кожа, губы, все это по-прежнему находится в стрессе. Этот бальзам, он стоит того, чтобы обратить на него внимание. Производитель, знаете, что пишет об этом бальзаме? Что запечатывает влагу, запечатывает влагу. То есть он как бы сохраняет ее внутри. Разглаживая кожу губ, прекрасно разглаживает кожу губ. Настолько хорошо, что я опять могу пользоваться матовыми помадами. Да, потому что матовые помады сушат губы и предотвращают появление сухости. Это точно так. Легко наносится. Очень хорошо смотрится. Перед нанесением помады, основной, я наносила вот этот бальзам. Немножко держала его, потому что, чтобы он поработал, дождала. И потом наносила помаду. И помада хорошо держится. И губам, ну вот ничего с ними плохого. Только одно хорошее. Это болячки на губах. Трещинки какие-то, болячки иногда бывают на губе, выскакивают. То есть он его лечит. То есть это еще и лечащее. Причем можно пользоваться и детям, естественно. В нем ничего такого нет, что могло бы навредить здоровью детей. И я очень довольна вот этими покупками. И, конечно, с радостью и с такой прям стремительностью, скоростью хочу с вами этим поделиться. Собственно говоря, я уже с вами поделилась, что мне очень-очень приятно. Я люблю делиться тем, что нашла. Особенно для девочек, которым немножечко уже за. Да, ведь мы с вами должны в мир нести не только наш возраст и нашу мудрость, которую мы накопили за эти годы. Мы должны с вами нести красоту. Вот знаете, хочешь не хочешь, мы должны нести красоту. Потому что, не обижайтесь на меня молодые девочки, но настоящая женщина, да, она не в 20 лет женщина становится, не в 25, не в 30. Она становится после 40 вот той самой женщиной, да, женщиной мудростью, женщиной опытной, женщиной женственной, который, наверное, писали раньше в книгах. Именно поэтому у нас с вами есть такая необходимость, лежит, может быть, даже на ответственность у нас с вами нести вот эту красоту. Красоту зрелой женщины. Ну что ж, я очень рада была с вами сегодня повидаться. Очень-очень рада с тобой. Надеюсь, что моя информация сегодня была для вас полезной. Обязательно вы, здесь внизу под видео в инфобоксе, ищите информацию о тех продуктах, о которых я рассказала вам. Пожалуйста, в комментариях поделитесь информацией, какие у вас есть, может быть, какие-то уходовые открытия, которые вам очень-очень-очень нравятся. А на ближайшую неделю я желаю вам всего самого-самого хорошего, солнечного настроения, счастья, здоровья, обязательно дарите миру любовь, мир ответит вам тем же. Всего хорошего, мои дорогие. Пока-пока. Поддержите меня пальчиками вверх. Это всегда меня так мотивирует на создание новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok